Сорю, невестный, утешителю души истины, И жизнь, и сын, и ся, и страняй, Сотровище, благоримый, жизни полнателю, Приедини все лица вны, и очистины во всяке остерны, И спаси блажен души истины. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашей передаче «Дорога к храму» и с вами ее ведущий, священник Михаил Попов. По уже сложившейся традиции, вначале мы переходим к новостной рубрике новости видновского благочения. Православные верующие по всей России 6 мая отмечали День Святого Георгия Победоносца. Во всех храмах нашей страны прошли торжественные богослужения. В видновском храме в честь святого великого мученика Георгия Победоносца прошла также божественная литургия. Далее, по уже сложившейся традиции, мероприятия продолжились на Аллее Славы, где все собравшиеся пощили память погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. Святой Георгий, небесный покровитель русского воинства, очень почитаем на Руси. Храбрый воин Георгий жил в древние времена в Римской империи. Он был воспитан родителями в христианской вере. Гонитель христиан, император Диоклетиан, приказал ему отречься от Христа. А когда Георгий отказался, то велел подвергнуть его мучениям. Мужественный воин выдержал все пытки, но остался верен христианству. И тогда, по приказу императора, 23 апреля, 6 мая, по новому календарю 303 года, его казнили. С тех пор Святой Георгий считается совершенным примером чести, доблести и отваги. По доброй традиции, в престольный праздник в Видновском храме святого великомученика Георгия Победоносца проходит божественная литургия. Праздничная служба, которую возглавил благочинный церквей Видновского округа протеерей Михаил Егоров, собрала и взрослых, и детей. Святого славного и сихвального великомученика Георгия Победоносца, Его же и память ныне светло празднует, Святые мученицы царица Александры, Святого мученика Анатолия и мученика Протелеона, Их же и память ныне, и всех святых помилует и спасет нас, Яко благо и человеколюбец, Христос воскресший! Прихожане славили Христа воскресшего и святого великомученика Георгия. Символично, что полный разгром фашистской Германии пришелся на праздник Георгия Победоносца, и что ее капитуляцию 8 мая 1945 года принял маршал Георгий Жуков, который руководил победными сражениями Великой Отечественной войны, битвой под Москвой, Сталинградской битвой, сражением на Курской дуге, штурмом Берлина. Памятные мероприятия продолжились на Аллее Славы. После окончания службы по установившейся традиции на Аллее Славы прихожане, ветераны, руководство района все вместе возлагают цветы к вечному огню в память о погибших воинах всех за отчизну нашу, за наше Отечество, отдавших жизни, а также в честь вот этого праздника престольного и, конечно же, в честь самого главного юбилея Великой Победы, которую мы будем на днях отмечать. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, которую отсчитал главный колокол Георгийского храма. В заключении мероприятия представители администрации района, общественных организаций и жители города возложили цветы к вечному огню. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ Четвертый год подряд учащиеся в воскресных школ Виндовского благочиния в конце весны сдают своеобразный экзамен. И хотя вопросы и задания на православные олимпиады очень серьезные и объемные, атмосфера на мероприятии царит праздничная. Команда поддерживает болельщики, среди которых родители ребят, прихожане, настоятели храмов. Четвертая олимпиада была посвящена тысячелетию со дня представления святого равноапостольного князя Владимира. Семь команд участвовало в олимпиаде воскресных школ. Одни уже имеют опыт, другие впервые пробуют свои силы в подобных соревнованиях. Здесь атмосфера радости, детской радости. Это самое важное, самое главное, что мы видим. Когда они все вместе собираются со всего благочиния, видят друг друга, знакомятся друг с другом. Пусть это проходит в такой форме игровой, но им тоже приятно, что они не одни где-то у себя в поселке или в селе сидят и учатся, а есть еще их коллеги, их друзья, такие же дети, которые ходят в воскресную школу, ходят в храм, верующие дети. И с ними тоже можно поделиться и знаниями, и радостью. Команда «Победоносец» ежегодно участвует в православной олимпиаде. Ее капитан Маша Касаткина уверена, выступят они хорошо, ведь кроме знаний воскресная школа подарила ребятам крепкую дружбу. А что тебе дает воскресная школа? Новых друзей, новые знания, веру в Господа. Почти два года в воскресную школу Асида при Успенском храме Городовидное ходит Настя Бугрова. Эту школу посещают творческие ребята. Недаром они становились победителями олимпиады в течение последних двух лет. Мне нравится изучать закон Божий, старославянский язык, рисовать, расписывать иконы. Для родителей посещение их детьми воскресной школы – большая помощь в воспитании. Его как отец Сафронии забрал в алтарь, все, вы знаете, мне даже, можно сказать, отдыхаю в отношении воспитания, в буквальном смысле. Но сказать, что дети воспитываются в излишней строгости нельзя. И в выступлении ребят говорили об этом. Самым задорным оказалось выступление ребят из поселка Володарского. Команда «Миротворец» подарила всем участникам олимпиады радужные шарфики, как символ единства воскресных школ благочиния. И заразила всех особой радостью праздника. На Олимпиаде проверялись знания, полученные на занятиях в воскресных школах. Вопросы были сложные, но ребята отвечали на них зачастую без времени на раздумья. Кто из людей вошел в Ковчег вместе с Ной? В Ковчег вошли Ной, его три сына, жены этих сыновей и жена. Большую поддержку ребятам оказывали болельщики. И не зря группа поддержки команды «Миротворец» сорвала голоса. Ребята с Володарки заняли первое место. 16 мая на Бутовском полигоне собрались почитатели новомучеников с духовенством Москвы и Московской области, чтобы помолиться на земле, в которой находятся святые мощи многих и многих свидетелей Христовых, которые остались ему верными до конца своих дней. Торжество возглавил святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл. Глава Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами. Ежегодно каждую четвертую субботу после Пасхи в День Собора новомучеников в Бутове пострадавших проходит Божественная Литургия. В нынешнем году этот день совпал с Днем Победы, а потому богослужение было перенесено на 16 мая. На территории знаменитого Бутовского полигона собрались сотни верующих, а также родственников пострадавших в годы репрессии. И мы сегодня, сознавая, какую скорость, какие изуверские испытания претерпели эти люди, не можем не собраться от мысли о том, как же мы живем, и насколько мы способны уподобиться тем, кто так мужественно, стойко, вероисповедно страдал и отдавал свою кровь, душу и жизнь за тех, кто будет жить после них. Русская Голгофа, так называют Бутовский полигон, где с августа 1937 по октябрь 1938 года были расстреляны за свое вероисповедание десятки тысяч человек. 330 из них причислены к лику святых. Верующих свозили в Бутово со всей страны и убивали без суда и следствия по решению НКВД. Патриарх Кирилл, который возглавил литургию и панихиду по убиенным, назвал их небесными защитниками Родины. За Родину отдавали жизнь, понимая под Родиной некую великую святыню. Когда при слове Родину людей катились слезы из глаз, при всем понимании того, что так было много тяжкого и даже безобразного в жизни Родины. И в этом смысле подвиг тех, кто погиб, защищая Отечество, и подвиг тех, кто в мирное время погибал за то же, за ту же самую духовную сердцевину жизни нашего народа он соединяется. Это не общий подвиг. Поклониться невинно убиенным приехал и глава Ленинского района Олег Хромов. Ведь в России нет больше места, где бы покоились мощи столь большого количества святых. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «Из первых уст» у нас сегодня гость – клирик Георгиевского храма Дмитрий Орлов. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Михаил. Отец Дмитрий, хотел бы сегодня с вами поговорить на такую злободневную тему. Это тема алкоголизма, наркомания. Очень множество людей, миллионы людей во всем мире, в частности в нашей стране, страдают такой болезнью, принося огромный вред себе и своим близким. Скажите, пожалуйста, как начинается, из чего появляется эта страсть, страсть алкоголизма? Действительно, страсть алкоголизма в современной России – это очень серьезная проблема. Она возникает от некоторого, как мне кажется, ощущения такого пустоты, ощущения, может быть, никчемности, ощущения такого чувства вины, может быть, перед родителями, может быть, перед родственниками, перед друзьями, может быть, перед Богом иногда. И действительно, в современной России где-то более 5 миллионов человек страдают недугом пьянства. И это только официальная статистика. 5 миллионов – это где-то 3% населения. Но я еще раз повторяю, это официальная статистика. Данные, наверное, объективные, они гораздо больше. То есть для сравнения, примерно это каждый третий мужчина и каждая шестая женщина страдают недугом алкоголизма. Эта проблема, она начинается у людей, как правило, с детства. Еще в юные годы формируется, можно так сказать, такой вот ритуал винопития. Еще когда маленький ребенок сидит за столом, он видит взрослых, которые употребляют алкоголь. Они делают это с радостными лицами, они приветствуют друг друга радостными возгласами. Ура! Кричат. Или еще что-то потом, с днем рождения поздравляют друг друга. Взрываются бутылки шампанского. И вот у ребенка действительно создается такое общее ощущение праздника. Ощущение праздника, с одной стороны, и с другой стороны, желание вот этой вот взрослой жизни. Чему он сам хочет, чему он стремится. И что его, конечно, в определенном возрасте, он пытается это реализовать. Что его в этом возрасте как бы настигает. Отец Дмитрий, вот сейчас мы как раз поговорили о детском алкоголизме. Но более актуальный, конечно, это подростковый алкоголизм. Скажите, пожалуйста, как можно противостоять этому? Какая-то профилактика? Или как оградить всех наших детей от этого зла? Да, ну профилактический метод, единственный, мне кажется, профилактический метод, серьезный, да, это здоровая и крепкая семья. Да, когда родители, да, отец и мать, они вместе, во-первых, да, заботятся о своем ребенке, заботятся о его будущем. Они с ним играют, они дают ему достаточную, скажем так, интересную пищу для его развития. Да, то тогда с ребенком большая вероятность того, что будет все в порядке. Но, однако, да, здесь стоит сказать, что, к сожалению, статистика такова, что вот молодые люди, они пробуют алкоголь где-то в среднем вот 13-15 лет, да, в этом возрасте. Алкоголизм молодеет, да? Да, алкоголизм молодеет значительно, да, в 13-15 лет люди пробуют алкоголь. И регулярно многие из подростков начинают употреблять, да, и, естественно, вот это регулярное употребление, оно возможно только тогда, когда родители либо как-то спускают рукава, можно сказать, да, либо не до конца, не всегда следят за своими детьми, да, что, собственно говоря, с ними происходит. Да, и многие из них становятся потом алкоголиками, да, вот опять же по статистике, опять каждый третий мальчик и каждая пятая девочка регулярно, уже вот с 13 лет, с 13-летнего возраста они начинают употреблять либо пиво, либо водку, либо какие-то слабые, слабоалкогольные напитки, да, и, к сожалению, это действительно большая проблема для современных семей, да, вот у нас современная вот такая постсоветская Россия, да, вот мы, собственно говоря, росли, и сам я еще рос в семье с одним родителем, да, и вот дисфункциональная семья, она, как говорится, еще больше подвержена влиянию возможности влияние алкоголизма, действительно, вот, и со мной фактически так примерно и случилось, да, вот я тоже в 13-летнем возрасте попробовал алкоголь, вот, но как раз, как ни странно, вот, благодаря моей маме, да, вот этот, можно сказать, шаг, вот это действие, она вовремя заметила, да, и этот поступок, он, можно сказать, отчасти меня и привел в церковь, да, потому что она мне посоветовала обратиться, то есть не посоветовала обратиться к священнику, просто мы с ней поехали на исповедь к священнику, ближайший храм в Можайске, да, и я исповедовал это, да, исповедовал свой грех, это фактически моя первая такая осознанная исповедь, да, и вот здесь можно сказать о роли действительно священника на исповеди, когда подросток к нему подходит, очень часто алкоголики, они боятся и переживают, что их не примут, что их отвергнут, это общая такая тенденция, собственно говоря, может быть, это в семье возникает, что не всегда принимают детей, да, не всегда, вот, когда ребенок подходит со своими проблемами, да, не всегда его хотят услышать, вот, и здесь, когда я подошел на исповедь, да, я был удивлен, что священник, который исповедовал, он не стал, как бы, меня унижать и говорить, ну, что же ты, да, да, ну, как же ты так мог, не стал говорить о том, что я, как бы, виноват в этом грехе, да, он сказал, что действительно такова ситуация времени, да, таково общество, в котором я оказался, да, я оказался вот в деревне, я московский житель, вообще городской, да, но вот оказался в деревне, да, среди людей, у которых как раз, может быть, действительно, некоторое такое уныние, вот, нет будущего у них действительно, вот, И, как бы, он говорит, вот погрузился в эту среду, действительно, да, как бы встал на их уровень, и это привело к употреблению алкоголизма, да, и слава Богу, вот с тех пор, как бы, вот, у меня с алкоголизмом все в порядке. Отец Дмитрий, ну, я знаю, что вы очень в нашем благочине, наоборот, занимаетесь профилактическими такими работами, работаете с молодежью. Хотел немножко с вами поговорить. О лечении этой болезни. Наши глубоко уважаемые врачи лечат, прежде всего, тело дезинфекционными растворами, психотропными средствами, веществами, которые вызывают отрицательный рефлекс, то есть отвращение к алкоголю. Ну, это же все-таки не болезнь только одного тела, это болезнь же и души, и духа. В нашем Успенском храме, который находится в городе Видно, мы еженедельно служим молебен с акафистом, неупиваемой чашей. Очень много людей исцеляются. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то объединить лечение и тела, и души, какую-то синергию? Действительно. Просто на сегодняшний день, к сожалению, если говорить о политике государства, на сегодняшний день реабилитационные центры, которые существуют, они никак и никем фактически не аттестуются, не аккредитуются. Они регистрируются как некоторые общественные или юридические, как некоторые организации, но никто их не проверяет, никто не говорит о том, что, собственно говоря, должно быть в тех или иных реабилитационных центрах. Существует фактически две модели. На сегодняшний день реализовывается медицинская модель, на сегодняшний день алкоголизм относится к области психиатрии. То есть большинство алкоголиков ложатся либо в наркологическую, либо в психиатрическую лечебницу, по итогам деятельности. С другой стороны, есть психологическая модель, когда все говорят, что это все изломанное детство у человека, что это его проблемы с домашними, это проблемы его с обществом, которые он не может разрешить. И тогда, соответственно, ему советуют обратиться к психологу или к психотерапевту. И на сегодняшний день, на самом деле, только появляется в России, к сожалению, в зачатке своем, появляются именно специалисты, как их так и называют, собственно, специалисты по зависимости. Специалисты по зависимости, это реализуется на базе сейчас психологического образования, то есть это психологическая дисциплина, собственно говоря. Но специалист по зависимости, он именно знает конкретно, как должен проходить весь процесс лечения человека от начала и до конца, учитывая и медицинские какие-то характеристики и потребности человека, как вы говорили, как, например, медикаментозное такое лечение, с одной стороны, и с другой стороны, учитывая необходимость в том числе и психологической поддержки. Но здесь очень важно понимать, что на самом деле основная проблема пьяницы – это алкоголь. И каждый человек, к сожалению, он отворачивается от этой проблемы, как только может. Он отрицает вообще ее существование фактически. То есть у алкоголика в семье виноваты кто угодно. Виноваты его родственники, виноваты его близкие, виновата жизнь, виновата государство, виноваты… Все кто угодно. Да, все кто угодно, кроме него и кроме алкоголя. Да, то есть и вот основная задача, вот если говорить о том, как близкий человек может помочь алкоголику, да, то есть вот основная задача близкого человека – обратить внимание именно на его алкоголизм. Да, то есть ему сказать о том, что его основной причиной, его основным врагом именно является алкоголь. Да, не общество, не мама, папа, которые его плохо воспитали, не супруга, который не вовремя приносит ему еду, да, а именно алкоголь. Вот, и здесь очень сложно бывает и для жен, ну, в частности, в общей степени, вот то, с чем мы встречаемся на исповеди, да, приходят либо женщины, либо жены, либо матери алкоголика в большей степени, да, и говорят о том, как я могу помочь. Да, я им говорю, что пока алкоголик сам не захочет, в принципе, да, то есть вы ему помочь никак не можете. Единственное, что вы можете сделать – обратить его внимание на эту проблему. Да, к сожалению, проблема не решается обычно в семье. Обычно семья перестраивается таким образом, чтобы алкоголику было комфортно, скажем так, принимать алкоголь. То есть созависимость такая? Да, возникает у всех родственников, возникает созависимость, меняются роли в семье, да, жена становится мамой для алкоголика, она ему помогает, она ему готовит кушать, она ему стирает, она ему дает деньги, да, и так далее. Вот, но это все не решает проблемы, да. Вот, как только алкоголик научится обслуживать себя сам, да, то есть это вот одно из необходимых вещей, она должна, женщина должна его призвать к тому, чтобы он взял ответственность за свою жизнь, на самого себя. Не перекладывал ее на супруга, не перекладывал его на других, да, взял эту ответственность на самого себя. Да, вот, и тогда начнется, собственно говоря, процесс возможного исцеления человека, да, тогда, когда он к ней приходит, она ему говорит, а почему ты вот вчера не забрал ребенка из школы, да, мы с тобой договаривались, что забрал, ты опять пьяный был, да, а почему ты не сходил в магазин, мы с тобой договаривались, что сходишь, да, ты, наверное, был пьян снова, да, то есть он сам делает выводы о том, что пьянство является его действительно настоящим, проблемой, да, ну вот, но это большая, требуется большое мужество для женщин, да, большое мужество для матери или большое мужество для жены, да, чтобы так поступать, да, потому что обычно у созависимых, да, то есть у матери и у жены формируется большое чувство вины, а они берут сами на себя ответственность за алкоголизм мужа, да, и отчасти это действительно оправдано, но ведут они себя так, не так, чтобы помочь ему исцелиться, да, а наоборот, как раз, они усугубляют его пьянство, они способствуют его пьянству, да, они помогают ему всячески, да, как я уже говорил, обстирывают, готовят, да, и дают ему деньги, да, в конце концов, она говорит, а как же я могу не дать ему деньги, ведь это же мой сын, действительно, да, и вот часто даже люди, которые приходят в реабилитационные центры, вот интересно, один человек рассказывал, говорил о том, что приходит человек в реабилитационный центр, точнее, не приходит, а его приводят, да, это вот попытка, как бы, тех людей, когда мать или жена задумываются об алкоголизме мужа и понимают, что они сами уже не справляются, и они говорят, да, давайте пойдем в реабилитационный центр, или давайте пойдем в церковь, да, или еще куда-нибудь давайте пойдем, отведем его, и там с ним что-нибудь сделает. Да, вот эти вот попытки, они фактически никогда не венчаются успехом, да, потому что алкоголик сам этого не хочет. Он приходит и говорит, а у меня все в порядке. Да, то есть у него действует то же самое отрицание, да, то есть если мудрый действительно, да, священник или специалист революционного центра, он задаст ему один такой простой вопрос. Если у тебя все в порядке, а как же ты сюда попал? Да, то есть и снова человек начинает задумываться над своей основной проблемой, да, и только тогда, когда он поймет свою основную проблему, алкоголизм, да, проблему с вином, и тогда он, собственно говоря, способен будет на пути к исцелению. И исцеление действительно, оно проходит комплексно, да, то есть с другой стороны человек состоит из духа, души и тела, действительно, да, то есть вот все возможности медицинские, да, которые способствуют выздоровлению человека, способствуют снятию, так называемого, вот этого абстинентного синдрома, да, то есть он снимается, этот синдром, да, то есть и человек перестает, его перестает физически тянуть к алкоголю, соответственно, да, но психически у него остались те же проблемы, да, и он психически все равно, его душа, она все равно тянется, она все равно желает этого, действительно, да, и поэтому необходимо работать с этим человеком, да, и, естественно, страдает его дух, да, то есть основная зараза, собственно говоря, алкоголика, да, это его эгоизм, человек, он со временем, он перестает слушать других людей, да, он говорит, я сам знаю все свои проблемы, не надо меня учить, да, я сам знаю все, и я сам могу справиться с этими проблемами, соответственно, да, только тогда, когда человек признает свою беспомощность перед своей болезнью, да, перед алкоголем, да, только тогда он может действительно воззвать к Богу, да, вот если говорить о родственниках, да, то основное, действительно, чем могут родственники помочь, если они не чувствуют в себе сил таких психологических, скажем так, да, душевных таких сил и возможности, да, чтобы противопостоять вот алкоголизму мужа, да, или сына, или кого-то из родственников, да, то основной, естественно, помощь алкоголику – это молитва, да, да, вот вы говорили, что у вас в храме как раз служит, в Успенском храме города Видно, служит регулярно молебен перед иконой Божьей Матери, неупиваемая чаша о страждущих недугом алкоголизма, да, и наркомании. Дмитрий, спасибо большое за такую увлекательную беседу. Дорогие друзья, напомню вам, что у нас в гостях был клирик Георгиевского храма, священник Дмитрий Орлов. Спасибо, отец Дмитрий, до свидания. Несколько уникальных икон, среди которых иконы, имеющие силу исцеления, неповторимое знаменное пение, особая теплая атмосфера, и все это о новой церкви в городе Видном, о храме святого благоверного князя Александра Невского, который был построен в начале этого года, а история этого храма началась в середине прошлого века. В городе Видное на проспекте Ленинского комсомола на выезде из города в середине 20 века был установлен памятник жителям деревни Жуково, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с реконструкцией данной территории памятник убрали, и здесь было решено возвести часовню в честь благоверного князя Александра Невского. Построили часовню к 2008 году, но со временем она перестала вмещать в себя всех желающих прийти с молитвы, и потому решено было возвести на этом месте храм. Чуть более года велись строительные работы. Этой весной в храме состоялись первые богослужения, а 15 апреля, в преддверии празднования Дня воинской ратной славы, годовщины победы Александра Невского над шведами на Чудском озере, церковь осветил митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. На божественную литургию в честь освящения храма собралось много верующих. Так, при большом стечении народа проходят здесь все воскресные и праздничные службы. В праздничные дни очень много народа бывает. Я уже про Пасху не говорю, про Пасху здесь было очень много народу, но вот на Троицу собралось удивительно много народу, и люди стояли не только в храме был полный наполненный, люди стояли на улице, ждали, молились. В будние дни меньше бывает, конечно, народу, но все равно люди приходят и люди радуются благодаря Богу, что вот появился такой храм, светлый чудный храм. Надо сказать, что и в обычные дни молильный дом не пустует. В нем царит какая-то особая теплая атмосфера, которая и привлекает верующих. Светлый, хороший храм, очень хороший батюшка. Мы с ним знакомы, были уже с Георгиевского храма, поэтому очень была рада его тут тоже встретить. Впечатления хорошие. По признанию прихожан, в храме святого благоверного князя Александра Невского легко молиться. Наверное, это благодаря тому, что в стенах Дома Божьего во время проведения служб звучит знаменное пение. Основной вид древнерусского богослужебного пения, который сейчас мало где встречается. Необычную атмосферу создает и трехъярусный иконостас. Он был написан в Мстерах на Владимирщине. Все иконы стилизованы под центральную икону Воскресения Христова, работы мастеров-иконописцев начала 20 века. Икона Воскресения Христова – это действительно вот такая, она необычная. Здесь изображен Христос, восставший от гроба, то есть воскресший. И мы видим двух ангелов, которые у его ног находятся. Это сюжет взятый из Евангелия, когда ученики, пришедшие на гроб, чтобы помазать тело Христа, умершего благовониями, они увидели, что гроб отверст, а там находятся ангелы, а Христа нет. Здесь изображено воскресение Христова. Сам Христос и два ангела. Это не единственная уникальная икона храма. Слева от входа расположена икона с мощами преподобного Давида Гориджийского, великого грузинского подвижника VI века, написанная специально для храма Александра Невского грузинским иконописцем. Он малоизвестен в России. Икона, еще одна икона преподобного Давида находится в Москве, в храме Святой Троицы на Грязях. Там регулярно уже с 90-х годов начинают служиться молебны перед этой иконой. И преподобный Давид известен как целитель женских недугов, в частности, бесплодия. К нему люди обращаются, женщины в частности, когда страдают этим недугом. И он реально помогает. И зафиксированы множество случаев, когда по молитвам преподобного Давида, по обращению к нему люди получали помощь. Отец Николай, а что за камни держит в руках преподобный? Это сюжет из «Жития» преподобного Давида. В «Житии» повествуется о том, что преподобный Давид, аскет, подвижник, он решил в конце своей жизни посетить Иерусалим, совершить паломничество в Иерусалим. И когда он подошел к городу, он посчитал себя недостойным того, чтобы войти в этот город, он сказал себе, что по этому городу ходил сам Господь, Иисус Христос, его стопы касались этой земли, а я грешный, недостойный, я не могу войти в этот город. Я возьму три камешка, которые рядом здесь я найду, около города, и унесу их с собой в Грузию, и они будут мне напоминанием о моем паломничестве. И вот он взял эти три камня, на иконе вы видите изображения их, и отправился к себе обратно домой в Грузию. В то же время ангел явился патриарху Иерусалимскому и сказал, что благодать города Иерусалима взята неким подвижником, аскетом, преподобным Давидом, который унес ее с собой. Поэтому догони его и возьми у него обратно камни. И когда послы патриарха Иерусалимского догнали преподобного Давида, они рассказали ему обо всем, и он отдал им два камня. Один камень все-таки сохранил для себя. И в Грузии, вот в лавре преподобного Давида, хранится этот камень. В храме регулярно совершаются молебны преподобному, и на них приходят люди, как и помолиться перед родами, о дровании ребенка или об исцелении от недуга, так и поблагодарить за получение просимого. Рядом расположена еще одна икона, привезенная из Грузии, Георгия Победоносца. А между ними разместили соборную икону с изображением чтимых ликов Богородицы и различных святителей. Особое место слева от центрального иконостаса занимает икона «Божья Матерь достойна есть». Она очень почитается на Афоне. И в 1904 году, как написано на задней стороне иконы, она была написана, это, собственно, дата ее написания, в русском Пантелеевном монастыре на Святой горе Афон. Она, ее очень интересная история, как она попала к нам в храм. Дело в том, что в какое-то время, когда монашество на Афоне, русское монашество, пришло в упадок, и многие святыни, они куда-то исчезли оттуда. В том числе, вот была такая история у этой иконы, она попала в какую-то коллекцию. Ее выкупил богатый человек, но не мог жить с осознанием того, что у него где-то хранится такая великая святыня, и она недоступна для поклонения народу. И поэтому он решил передать ее нашему благочинному Пантелею Михаилу Егорову, который ее оставил, передал сюда, в храм Александр Невский. Как и положено, справа от иконостаса храмовая икона святого благоверного князя Александра Невского. Днями почитания данной иконы по обычаю принято считать 5 июня, 12 сентября и 6 декабря. Чтение молитвенных стихов помогает тем, чье ремесло имеет связь с боевым делом, а также с работой в области дипломатии. На отдельном аналое находится икона святителя Николая Чудотворца. Здесь она появилась по просьбе прихожан. Отдельно хочется сказать о том, что при Александр Невском храме построен дом Причета, где находятся квартиры для многодетных священников, не имеющих своей жилплощади. Там же расположено помещение воскресной школы. Сейчас идет набор в группы, а занятия начнутся с сентября. История храма благоверного князя Александра Невского, можно сказать, началась с памятника жителям деревни Жуково, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. И теперь памятная плита с их именами отреставрирована и по просьбе ветеранов установлена здесь, на территории храма. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Все ваши вопросы и пожелания вы можете отправлять нам на электронный адрес, который вы видите сейчас на экранах. В свою очередь, хочу пожелать вам помощи Божией. И пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами. Храни вас Господь. До свидания. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»